Всем привет! В этом видео я расскажу вам о вчерашней тренировке, которая у нас прошла. Это была пятая тренировка курса до результата. И она была очень интересная, очень динамичная. И ладно, начну по порядку. Начало тренировки традиционно было посвящено психологии и околопокерным моментам. Мы обсуждали, почему некоторые из нас за пять недель курса так и не смогли улучшить свои результаты. И, возможно, это связано не только с каким-то недостатком теории. Возможно, это связано с какими-то нашими вредными привычками, с отсутствием спорта в нашей жизни, с отсутствием эмоционально стабильного состояния. В общем, и так далее. Но мне очень понравилось, не знаю, как другим участникам курса, я прям влилась в разговор, мне было интересно. Я все время там отписывалась, что-то писала. В общем, мне было довольно-таки интересно. И никто в начале тренировки не переписывался в скайп-конференции. И, как подумал сначала Богурт, я сказала то, что нет, никто не переписывается, всем интересно. Ну, возможно, потому что нам, девочкам, было интересно, и поэтому все молчали. Далее тренировка была посвящена разбору участников, которые не улучшили свои результаты. Разбору их баз холдемовских, разбору их раздач. Я записала для себя очень много интересных моментов. По-моему, я листа 3 написала, когда мы разбирали раздачи, которые отыгрывали вот эти вот участники. Я написала себе очень много моментов, которые нужно исправить в своей игре. И для меня это было полезно, интересно. И знаете, тренировка шла 6 с лишним часов. Она для меня прошла как-то очень быстро. Я даже не смогла заскучать, что ли. Как-то Богурт прислушался к нашим просьбам. Не заострять очень много времени на одной какой-то теме. А все быстро, по полочкам, ясно нам объяснять, разъяснять и так далее. И он действительно на этой тренировке постарался для нас. И для меня, например, не было скучно. Опять же, я не знаю, что там написали другие участники в отзыве о вчерашней тренировке. Я не читала специально, чтобы записать чисто мое мнение в этом видео. Никакой особой теории не было. Опять каких-то новых концепций игры. Но вот такая вот отшлифовочка своей собственной игры у меня произошла. Вот за счет разбора вот этих вот раздач. Ну, мне понравилось. Для меня это было очень полезно. Я получила еще три штрафных балла. Два за то, что я не отыграла нужное количество времени. В пятницу я как-то очень сильно устала. И решила, думаю, а ладно, два балла. Пусть. И вчера я еще забыла написать ежедневный отчет про то, что я сделала, что я завтра сделаю. Вот. И у меня теперь шесть штрафных баллов на курсе. Ну, это, в принципе, все, что я хотела рассказать вам о тренировке. Больше ничего такого интересного не было. Но было полезно. Чтобы знать, что было полезно, нужно было присутствовать на этой тренировке. Тогда прощаюсь с вами. До завтра. А, кстати, про домашние задания. На этой неделе у нас будет намного меньше домашних заданий, чему я безумно рада. Но мы должны будем разбирать по четыре раздачи в день. Отыгрывать пять часов в день. Ну, и скайп-конференцию, естественно. Создать. Если честно, мне больше нравится разбирать именно раздачи, чем разбирать что-то в видео. Потому что видео на прошлой неделе я отложила на пятницу. И мне так не хотелось его разбирать. Я думала, это настолько бесполезная вещь, что я отложила в долгий ящик. И все-таки в пятницу перед самой тренировкой я разобрала это видео. Но раздача мне нравится разбирать гораздо больше. Я думаю, что это плюс ЕВ в моей игре, нежели разбор чьей-то игры. Ладно, все-таки я с вами прощаюсь. Хоть погода и великолепная, я желаю вам побольше работоспособности. Катайте столько же, сколько мы, участники курса. И старайтесь следовать за вами. Возможно, у вас тоже подтянется игра. Я, наверное, уже что-то лишнее говорю. Ладно, все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok